Недавно защитилась диссертация, так что теперь я доктор гуманитарных наук в области этнологии и преподаватель Европейского гуманитарного университета. И последние лет шесть довольно плотно занимаюсь вопросами теории, главным образом теории охраны и восстановления, историко-культурного наследия, архитектурного, именно архитектура, меня интересует больше всего, это то, чем я занимаюсь и винить, я это преподаю, в том числе и в дистанционном формате, у нас есть студенты дистанца из Витебска, несколько человек было и будет, и вот у меня, я уже говорил, студентка написала хорошую статью про восстановление витебских церквей с такой антропологической перспективой, то есть как различные категории жителей, специалистов, как они оценивают, какие для себя возможности они видят в восстановлении наследия. И главное, что я пытаюсь последние несколько лет сделать, это сместить акцент с видения архитектуры, с искусствоведческого не видеть в наследии исключительно объекты художественного анализа, объекты, которые находятся в компетенции специфических, специфических узких таких специалистов, реставраторов или искусствовед, историков, кто у нас ответственен за наследие, как бы такие, и они между собой еще спорят, кто более главный. Реставратор, как я так говорю, стоит, например, краеведа, что вы, ответите, не мешайте, мы сами знаем, как делать, вы же не умеете раствор месить или запроектировать крышу, но не умеете, ну так и все, разговор закончен. Но я как раз пропагандирую более такой антропологический взгляд на наследие, на наследие как средство и пельмедь диалога, наследие как возможность и повод для коммуникации. И это выводит диалог и обсуждение проблематики наследия, вот сам режим говорения, из такого аэрмийского режима, когда, ну как обычно у нас говорят наследие, вот опять разрушили, вот опять снесли дом, опять стеклопакеты, опять металлопрофиль, или опять не дали, запретили, инвестор пришел, снес, или наоборот восстановил, ну молодцы. Кстати, Витебск уникальный в этом смысле город, Белоруссия. Вот с такого режима говорения о наследии в режим обсуждения. А что такое вообще памятник? А если он есть, то почему вот его любят, почему его берегут? А если его берегут, то что именно в нем? Какие именно качества в нем цены? Цена ли в нем старинность? Цена ли в нем красота? Или может быть память о чем-то? Но память о чем именно? И вот что с этим всем делать? И сегодняшнюю встречу, ну мне сказали, что должно быть две части. Должна быть теоретическая часть, более теоретическая, и более практическая. Ну и так и будет. Значит, в самой первой части, вот прямо сейчас, я расскажу про небольшой исследовательский проект, который мы реализовали с командой Евробеларуси, ведущим университетом, в прошлом году, ну в четырнадцатом году. Это проект восстановления замков, дезинфицирует эту тавтологию, восстановления замков как культурный и социальный проект. А во второй части я научу вас отличать хорошую реставрацию от того. Ну, если, конечно, получится, но посмотрим. Восстановление замков как культурный и социальный проект. Это было его исследование. Мы искали... Что мы исследовали и зачем это было? Мы пытались идентифицировать основу для... Основание для создания социальной части реставрационных проектов. Иными словами, может ли у нас говорят про социальную ответственность государства, про социальную ответственность бизнеса, можно ли говорить про социальную ответственность реставрации, реставратора? Или реставратор это только про восстановление декора на фасаде? Или он может брать на себя нечто большее, может способствовать конструированию сообщества. Или он может помогать развивать город, улучшать качество жизни там. Какие основы для социальной части реставрационных проектов именно в Беларуси, здесь и сейчас? Предыстория, там долгая и интересная предыстория самого исследования, его замысла. Мне кажется, это важно сказать, чтобы было понятно, почему именно этим надо заниматься. Евробеларусь, АГТЗСИ несколько лет назад проводили исследование качества жизни в малых городах Беларуси. По результатам этого исследования есть книжка, она доступна в интернете, называется «Игра в города». Ну, так и называется «Игра в города». Я уже не помню, кто автор. Водолажская, Мацкевич, Егоров, Шерест. Это фамилия называется. Они выбрали в каждой области, по-моему, по два небольших города, даже не райцентр. А, ну, такие совсем небольшие города. И они смотрели, как за последние 15 лет, ну, спустя постижение независимости, как малые города развивать, насколько комфортно в них жить, какие сценарии для ежедневной жизни представляет городская среда, что там, в принципе, можно делать, чем можно заниматься, какие там существуют, так называемые, третьи места, да, речь не про жилье и не про работу, а вот про свободное время. И они это сравнивали. Сравнивали восток с западом, с север с югом, в Беларуси центр с периферией. Почитайте. Очень рекомендую. И через два года после завершения того исследования я познакомился с этой тусовкой и привнес, мне тогда казалось, что это новое измерение, а оно очень классно легло на их предыдущий опыт исследования, дожинки. Ну, вы знаете, дожинки каждый год, ну, с этого года отменили. Уже больше не будет дожинок. В прошлом году их, в общем-то, не было. Городок, последний город, который готовили к дожинкам, к республиканским. Ну, и как бы его подготовили, но сами республиканские дожинки вот в таком формате их отменили и уже таких вот не будет. Ну, вы знаете, чем славятся дожинки. Дожинки, вообще, что это такое? Ну, я, когда выступаю перед зарубежной публикой, где-то на конференциях, я, нужно предысторию рассказывать. Здесь не надо рассказывать. Но там главное – это подготовка города и его тотальная перестройка. То есть, что вообще, ну, как можно сравнить с последствиями, да, как после Второй мировой войны, да, как после получения Макдебургского права, да, когда там площадь появляется, новые, там, новые знаковые объекты. И, а мне же интересно было, что происходит с архитектурным наследием в контексте этих всех преобразований. Вот как памятники себя чувствуют, и какие памятники задвигаются, какие памятники уничтожаются, какие, наоборот, восстанавливаются, потому что очень много восстанавливается. Сами жители говорят несколько раз. Мы взяли, в общем, шесть городов, бывших дожилищных столиц, по одному городу в каждой области, и по ним проехались. Это был 2012 год. И два дня мы там ходили, смотрели на преобразования, оценивали их, во-первых, во-вторых, общались с местными жителями, в-третьих, брали газеты, газеты местной районки, за год дожиночный, и смотрели, как о преобразованиях, о наследии и о качестве жизни, вот как там говорится в этих газетах, какие они цели закладывали, какие они мечты, надежды связывали с дожинками, и как они шли к этому выполнению. Сами жители несколько раз про эту фразу я слышал, дожинки – это третье рождение города. После каких первых двух возникает вопрос? Первое рождение города – это редописное рождение, второе рождение – это восстановление города после Великой Отечественной войны, и дожин где-то – третье рождение. Вот такая перспектива видения этих дожинок. Очень интересно, это опубликовано, это опубликовано, это в интернете есть, это статья большая про дожинки. Если в интернете лень, есть, очень рекомендую вам номер РХ за 2014 год, номер 4. Это номер, который я сам собирал, то есть там все статьи, я был составителем этого номера, туда вошли все наши, там 4 материала по дожинкам, дожинки в зеркале прессы, то есть как СМИ освещают дожинки, и что такое дожинки в разных государствах, не государственных, в местных, в национальных, вот все эти диктомии, там наследие и дожинки, там качество жизни и дожинки, и там список всех преобразований за все года, за все 16 лет. Такая громадная таблица, очень интересно. Это и кому интересно. И вот так мы начали совмещать исследование наследия и исследование качества жизни. Вот так происходит этот синтез. И в прошлом году, в начале года, меня осемило, что вот сейчас ровно происходит мидтерм государственной программы замки Беларуси. Замки Беларуси, которая с 12 по 18 годам заложена. И что такое замки Беларуси? Замки Беларуси – это программа, что это такое? Это по сути список, это такое обоснование финансирования реставрационных проектов. И список этих проектов. И та посредственность, в которой их нужно выполнять, и источники финансирования. Вот что такое, если только в общих чертах, вот что такое этот документ. И он худо-бедно, но он исполняется. То есть замки, большинство из которых находятся в состоянии руин, начинают приезжать чаще всего из Минска археологи, исследователи, у каждого замка есть научный руководитель. И когда появляется финансирование, финансирование в первую очередь на что? На исследование и на проектирование. И в ряде случаев мы узнаем, некоторые замки все-таки реально восстанавливаются. Лидский замок, ну про мир не слышно, вообще нет разговора. Начались работы в Гальшанском замке, по расчистке его завалов. Начались работы и идут в Любче. И вот что там происходит? Это все в том числе и в рамках этой программы «Замки Беларуси». И было интересно посмотреть именно как реставрация, как она влияет на жизнь в этом населенном пункте. Тем более, что населенные пункты небольшие, чаще всего замки, ну Гродно, понятно, если там два замка, ну Гродно большой. Там замки на периферии, внимание. Там и так хватает. Новогрудок, наверное, тоже, ну Новогрудок уже не очень большой. А вот Крева, или Гальшаны, или Смолян, или ну даже Любча, там замок это просто городообразующий объект, такой культурный. Ну это, он такая доминанта. Если кто-то туда-то и приезжает с точки, ну посмотри, то смотрит вот, собственно, за мной. Но каждый реставрационный проект, он имеет три плана. И вот мы в исследовании заложили, о, Сергей, Сергей, Сергей. У тебя в руках, да? Женщичка. Можно дать по по рядам пустить, да. Это отчет об исследовании, потом, я сейчас буду как бы про него рассказывать, потом, если захотите, он доступен в интернете, можете скачать, ну как бы, название себе запишите, и вы его потом скачаете, именно вот в таком виде можно даже за бешеные деньги распечатать на грянцевой бумаге, если хотите. Этот у меня один, извините, последний. Да, тут картинка есть. Так вот, три плана реставрационных проектов. Вообще, когда мы говорим про реставрацию, то мы говорим про что? Вот, если мы исследуем реставрацию, то, опять же, что именно мы исследуем? Мы можем исследовать, и чаще всего, когда говорят про реставрацию, и в СМИ, если вы посмотрите публикации в газетах, в интернете, и на телевидении, на государственном, не государственном, не важно. Чаще всего говорится про методику реставрации консервации. Методика, то есть, нужно ли вот эту башню восстановить вот в таком виде или в другом? Или вообще ее не восстанавливать, а подсветить лазером? Или нужно ли территорию огородить, или значит, оставить руины так, как они есть? Вот такие вот всякие вопросы. Археологические исследования нужно проводить на территории всего памятника, или можно ограничиться несколькими зонтажами? Ну, такие вот вопросы. Это мы на это обращаемся. Это важно, это безусловно важно, но это не было фокусом исследования. Но про это, кстати, я буду говорить во второй части. вот уже ближе немного управление сферой охраны и реставрации историко-культурного наследия. Это менеджмент. Менеджмент наследия. И менеджер наследия, вот, например, Игорь Михайлович Чернявский, руководитель соответствующего отдела спартамента. Там очень сложное длинное название, я его все время забываю. Вот он менеджер. Он не занимается методикой, ну, методикой как бы по касателям занимается, безусловно, он ее оценивает, он имеет свое мнение, он довольно квалифицированный специалист, сам бывший археолог, давно работает, но он занимается главным образом планированием, согласованием, выяснением приоритетов, особенно приоритеты важны, когда касается дела финансирования, на что в первую очередь выделять средства, на что во вторую и так далее, какие регионы деньги нужны, какие не так важны, как проводить определенные решения методические на научно-методической радио, на научно-методическом совете, как убеждать, как согласовывать позиции инвесторов, как согласовывать позиции историков, То есть это не реставрация, он линии на чертеже не чертит в автокаде, и он тем более с инструментами не работает. И вот эту сферу программы «Замки Беларуси» — это вот отсюда. Это управление сферой охраны и реставрации и мониторинг мы проводили. И третье — это социальный план. Это то, про что я говорил — это социальная ответственность реставрации. Так вот, цели и задачи, цели и методика. Как мы проводили это исследование? Мы рассматривали реализацию государственной программы «Замки Беларуси» с точки зрения социокультурного развития замковых населенных пунктов. Мы проводили оценку предпосылок и определяли условия для активизации социальной части замковых реставрационных проектов. И мы проводили анализ информационного поля по поводу реставрации замков. Мы делали интервью с основными акторами реставрации — это архитекторы, научные руководители — и проводили экспедиции в замковые населенные пункты. Мы выбрали пять. На самом деле их больше было. В самом начале я их перечислил. Мы съездили в Горьшаны, Грево, Выхов, Смоляна, Новогруда, Клюкчу, Каменец, Ружаны в течение лета. Мы ездили. Что мы делали? Был специально разработан опросник для неравнодушного меньшинства. То есть мы не искали людей на улице, никого за рукав не хватали. Мы заранее составляли список контактов. Ну, кто это? Это местные журналисты, это аксивисты, краеведы, это, если есть, специалисты по охране наследия, если они там есть, это местные музейщики, это, может быть, школьные учителя истории. Ну, в общем, все те, у кого есть какая-то обоснованная гражданская позиция по поводу замка и по поводу развития вот этого населенного пункта. Вот мы таких людей искали. И мы с ними, значит, очень плотно общались, и мы выясняли разные у них вещи. И вот, собственно, что мы выясняли? Мы выясняли первую степень вовлечения местных жителей в функционирование замка, участие в судьбе. То есть насколько, какое вообще место замок занимает в жизни? Сколько раз в неделю люди приходят на замок? И вообще приходят ли? Если приходят, то с какой целью? И вводят ли туда гостей? И вводят ли туда свадебы? Приезжают ли туда свадебы на эти замки? На эти руины там или что у них там есть? Заинтересованность в этом участии, определение наличия сообществ и позиция этих сообществ по отношению к замку. То есть если коллективы, группы заинтересованные, группа местных историков-краеведов, группа школьников, которые занимаются, скажем, живописью, им нужно, они приходят на этот замок, и на планеры, когда тепло, они рассаживаются и с разных ракурсов рисуют руину. Вот им замок этот нужен для того, чтобы этот центральный объект, потому что они изображают. Характер взаимодействия с администрацией этих сообществ. То есть вот есть вот эти вот разные группы, жители, и есть районная райисполкома, например. И если у них вообще, в принципе, какое-то взаимодействие, часто бывает, что нет вообще никакого, а если есть, то в чем оно проявляется, вот это мы выясняли. Дальше. Мы выясняли позицию местной администрации в отношении замка и связанных с ним в сообществе. Приоритетность реставрационных проектов перед иными. То есть есть, например, какое вообще видение. Мы часто ездили в райисполкомы и там находились специалистов, тоже с ними общались. Я имею в виду, ну, должен называется, да, специалистам чаще всего. Специалист по идеологии и культуре, специалист по образованию и культуре. Ну, там, на самом деле, в разных райисполкомах разные эти должности по-разному называются. Те, кто ответствует за замки. И вот строительство, инвестирование денег в развитие сельского хозяйства, например. По сравнению строительство спортивных объектов или строительство каких-то инфраструктурных объектов. Вот замок и его реставрация, потому что тоже большое капиталовложение необходимо. Вот оно вот на каком месте, в каком приоритете находится? Вот эти вопросы мы тоже пытались выяснить. Приоритетность реставрационного проекта перед иным. Ну, вот так. Далее, ментальный образ замка в сознании местных жителей. Вот замок — это что? Это является ли замок, скажем так, местом памяти? Ну, вы знаете, что такое место памяти. А место памяти — это некая пространственная точка, которая провоцирует общественную солидарность через воспоминания о каком-то значимом событии в прошлом. Трагическом или наоборот? Разном. Вот замки — значит ли они вообще что-то? Говорят ли они эти руины? Что-то содержательное. Ну, помимо того, что они просто есть. Да? Это память там о Витовте, Яга или о Второй мировой войне. О Первой мировой войне, например, с Крепским замком. Это разные вот представления о роли этого замка в настоящем и в прошлом населенном региона. Связь личных жизненных стратегий с замком или развитием туризма, например. Вот такие вот вещи. Мнение жителей вообще в принципе о происходящих изменениях. Например, если завтра приедут бульдозеры и снесут чертям этот замок. Вообще кто-то заинтересуется? Выйдет ли кто-то протестовать против его сноса? Или не выйдет? Вот пытались на такие, провоцировали людей на такие вопросы. Причем, знаете, ответы очень разные. Некоторые грустные размышления наобладят. Но в Смолянах здесь как раз был случай как раз с бульдозерами. Когда костюм, монастырь, тоже в руинах, он как раз на обложке. Вот то, что вы держите. Боже, что он называется? Я не помню, как он называется. Что? Белой Холик. Не-не-не, это замок Белой Холик. А я, по-моему, католический монастырь, который... Иезуитский. Иезуитский он. Я не помню. Там именно такая история была, что корпус монастыря, который был мер-базой в советское время, его собирались сносить. И реально местные жители, там есть несколько активистов, они реально остановили снос. Да. Они даже успели яму вырыть, куда эти руины сгрузить, и местные затормозили. То есть, в общем, именно у вас. Ну и, наконец, влияние местных сообществ на трансформацию наследия, а также на конфликты, возникающие в ходе реконструкции. Вообще конфликты. Реставрация всегда конфликтогенная область. Постоянно все публикации в СМИ, которые появляются, они ведь в основном про конфликты рассказывают. Про разные точки недовольства, связанные с реставрацией. И вот мы исследовали в том числе и конфликтогенный потенциал этих замковых проектов. Ладно, немножко отвлечемся, я вам покажу несколько картинок. Потому что, когда говоришь про замки, конечно, хочется сразу замки увидеть. Лидский замок не так давно был назван в СМИ худшей реставрацией в мире. Но на этот счет, на самом деле, есть разные точки зрения. Это дожимочный объект. То есть, Лидский замок восстановили к дожимкам, которые в Лиде были в 2010-м. По-моему, в 2010-м. И восстановили его из современного кирпича. У нас проблема в стране с производством реставрационного кирпича. И многие вещи... Вот, например, видно. Это тоже кусочек Лидского замка. Видите? Средневековая якобы башня переложена рубероидом внизу. То есть, фактически, там аутентики осталось очень-очень мало. Могла ли она вообще, эта аутентика... Ну, понятно, это не средневековая технология. Сейчас Лидский... Там музей располагается. Проект еще не закончен. Там внутри идет строительство. Финансирование очень слабое. Но, в принципе, сейчас уже они приступают к внутренней отделке. Там есть бетонные перекрытия внутри замка. Вот эти вот маршевые лестницы такие, как в домах жилых строят. Ну, там есть какие-то пространственные коммуникации. Там проводятся экскурсии, городские праздники. Ну, например, вход на территорию замка платный. А раньше был бесплатный. И раньше туда гораздо больше людей помещалось, потому что просто территория была не застроена. Ну, такая трансформация происходит. Это как раз Белый Ковель в Смолянах. И, кстати, этот замок по типу, по своему устройству, наиболее похож на Гальшанский. Там вот сохранилась вот эта вот башенка. Очень интересно. Там довольно... Ну, Смоляна небольшой населенный пункт. Я не помню. Там, по-моему, полторы тысячи населения. Где-то там. Там школа есть. Там есть школа, и там есть гимназия. Ой, не гимназия. Это колечки. Колечки. И... 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 Смоляна это город-руин вообще. В Смолянах там три замечательных... Ну, если так можно говорить. Три замечательных руины. Вот. Это белый копель. Руины католического монастыря. Власть... Как же... И... И... Церкви. Православная церковь девятнадцатого века. Она тоже руина. А! И еще и действующая церковь восемнадцатого века. Деревянная. Классная. Так вот. Про использование замка. Вот сразу видно, да? Вот как замк... Какую роль играет в... В... Жизни. Понясно? К смолянскому... Вот. К этому... К этой руине не ведет ни одна тропинка. То есть там нет ни одной протоптанной вообще дорожки. Там... Растет трава. Вокруг него. И... Пару таких... Дохлых... Костерков. Следов от костерков. Ну, немножко молодежь там. Пьет пиво. Может. Какой шашлык. Чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть это не популярное абсолютно место. И видно, что жарили давно. И... Это при том, да? Что... Там... Куча молодежи. То есть... Вот сразу же другая перспектива на замок. Это вот мы как раз в этой православной церкви. Которую крутит вот наша экспедиция. Вот новогрудок. Ну, новогрудская реставрация тоже не так давно надела шуму. Возьмем ее потом... Этот кейс с точки зрения методики рассмотрим позже во второй части. Тут еще в самом разгаре работы. Сейчас они уже завершились. Ну, конечно, для новогрудка. Новогрудский замок это такая абсолютная эмблема. Это такой бренд города. Там даже, по-моему, остановки общественного транспорта, там как-то символика этого замка. Как-то они так сделаны, что они... Сама архитектура этих остановок, она как-то отсылает, напоминает замок. Очень место, которое на самом деле посещается. На самом деле посещается и туристами днем. Молодежи вечером там немерено. Мы все время летом ездили. Ну, то есть все эти пятилетние. Там просто такое массовое гуляние вокруг. На территории замка нет, потому что там освещение совсем. Глаз может выклазать. Темнота. А вокруг, где вот фонари, там все кишит. И прям действительно это вот место, эта территория, она нужна людям. Гальшанский замок. Гальшанский замок и... Гальшана совсем небольшой городок. Тоже там что-то где-то 900, население 900, что-то 1100, что-то такое. Но там есть, например, несколько... В Гальшанах три гостиницы. В Гальшанах несколько кафе. Например, в соседнем Креве заро гостиницы. У Гальшанов три и три кафе. Вот местный бизнесмен просто торгует сувенирами. То есть он где-то делает сувенир. Ну и сейчас, вы знаете, можно заказывать легко на любой типографии. Есть специальные мастерские. Они три копейки стоят. А потом их можно продать там тысяч за десять. Ну, то есть вот уже как бы это бизнес. И вот ежедневно он там... Сын его или он сам стоят. Ну и... Не знаю, но он сказал, что так не очень идет. Но раз стоит он, может, имеет смысл. Вот. Экскурсии туда. Так это такой очень... Разработанный маршрут Крева Гальшаны. Очень популярный. И меньшане очень с удовольствием ездят. Вот Крева. Да. И этот замок как раз за него взялись. Видите, заборчик появился. Огороженный. Потому что это опасные руины. Там иногда обвалы происходят. И если кто-то там гуляет внутри, там на самом деле можно пройти, но забор он все равно какой-то барьер делает. Особенно дети. Тут может любой кирпич свариться на голову. Но его расчистили. Потому что он... Это была такая груда... Груда... Непонятная этот замок. В 50-е годы местный колхоз... В 50-е годы 20-го века, после Великой Отечественной войны, это было еще жилое здание. Там жили люди. Там общежитие было. А после этого, после того, как общежитие выселили, местный колхоз выдавал наряды, эти ордера, на выработку кирпича. И, например, дом культуры в Гальшана построен из кирпича Гальшанского замка. И сараи у многих жителей построены из Гальшанского замка. То есть, Гальшанский замк влияет на это. Очевидно совершенно. Остатки, вот они его разбирали и разбирали, и там такое месиво. Так вот, позапрошлым году его расчистили более-менее до нулевого уровня. И сейчас разрабатывается уже на концептуальном уровне, уже, в общем-то, есть проект. Белорусский экамол сделает, с которым я сотрудничаю. Есть уже проект того, каким он будет. В общем, работы реально ведутся, потому что нефтонасерные, на самом деле. Но жизнь там есть. В общем, там есть жизнь. Там есть люди, которые этим занимаются, и что-то там происходит постоянно. А вот, например, Крема рядом. Вот что такое белорусский замок? Белорусский замок — это вот какая-то такая руина непонятная, или, можно даже сказать, скульптура с камнем. А рядом, по сути, кони. То есть вот, вы видите, я специально сфотографировал так, что вот там коняка какой-то, а вот рядом избушка. То есть там живет балка, у него корова есть. И тут вот, считайте, десять шагов — едет до замка. Где там Кремская луния и все дела. А вот, а это он же. Ну, что он вам напоминает? Это, вы ничего не понимаете. Это консервация археологического раскопа. Я вот в этом отчете, там тоже есть эта фотография, я написал, что на Агатве напоминает военную эхолектию. Руина. И волонтеры Крепского замка, прям, знаете, как в душу их плюнули. Они так обиделись. Ну, разве не напоминает? Напоминает. Почему так? Почему это так вот выглядит? Потому что нет средств на археологические раскопки. И они там законсервированы. Там яма под этим всем. Это нужно обеспечить, чтобы не было доступа, чтобы никто туда не залез. И вот считайте, что уже 4 года оно в таком состоянии. И все. Это специфика нашей реставрации. Уделяются деньги на проектирование. Проектирование невозможно без исследования. Исследование – это что? Это археология. Территория большая. И, например, за археологию Гальшанского замка запросила Академия наук ни много ни мало 600 миллионов белорусских рублей. Больше, чем полмиллиарда. А самое что интересно, что пользы от этих археологических раскопок для проектирования почти нет. То есть они просто перебирают грунт, они находят там пряслица, наконечник стрелы, керамику. Ну и все это правильно, хорошо. Это археология. Но как бы в развитии проекта, да? А даже консервацию без проекта они сделать не могут. Вот и все. Вот он так и стоит. Замок на круг. Это Быхов. Быховский замок тоже руина. Руина, так сказать, и стабильная руина, Быховский замок не стабильная руина. Вы видите, какие тут завалы. И вот не знаю, вы... Я сейчас вообще такую вещь скажу страшную. Что этот объект был функционирующим... То есть в этом доме было деревообрабатывающее предприятие до 2004 года. Что-то такое. Вот все эти разрушения, мы видим, произошли за последние 10 лет. Это не с того, где севые нам руины принесли, да? Это не советская власть, да? Это не крывавый режим, да? Или ничто. Это быховчане. Когда, значит, здание было оставлено туда... Потому что оно, конечно, в аварийном состоянии было, безусловно. Оттуда вывели предприятие. Это было деревообрабатывающее предприятие. И начался сплошной вандализм. То есть оттуда вынесли все. Все, что только могли вынести. То есть весь металл, весь металл, который можно было срезать, он был срезан. Значит, здание осталось без отопления, естественно, стульча. Естественно, там протекала крыша. Естественно, они там еще и с крыши все, что могли, сняли, лестницы сняли, срезали там дерево, если какое хорошее. Было дерево... Фактически растащили этот замок. И замок. Это мы говорим, что это замок. А это же, в общем, было аварийное здание. Потом его купил бизнесмен по фамилии Сапега. Рассказывал про то, как космические корабли будут раздеть просторы оперного театра. И это не шутка. То есть человек занимался кладоискательством. Он его купил, потому что... Купил... Купил... Там был аукцион и он купил с обязательством восстановления. То есть там что-то, ну, может быть, не за минимальную заработную плату, но что-то близкое. Какие-то совсем символические деньги. Остапа Бендера это наше время. Это я вам расскажу про то, что сейчас произошло, недавно. И он его купил. И только с одной целью. По сути, найти клад. И он начал разрушать стены. Потому что клад должен был быть мурован где-то вот сюда. Он начал разрушать стены и довел степень деградации объекта вот до того, что мы видим. И вот в Быхове был день белорусской письменности. И его зависели вот таким красивым баннером. И там на баннере написано, что это Быховский замок, наша гордость. Основа, так сказать, процветания. Ну, вот это наша история. Ну, и территория благоустроена. Видите, там что-то дорожечка к нему ведет. На лавочке стоят. Но, честно говоря, вот мы двое суток в Быхове провели. Ну, вот днем, ну вот так вот, вот на таком уровне. Два-три человека подходят. Зашли в отдел культуры, в райисполком. Там спрашиваем, а как туристов много приезжают? Есть какие-то экскурсионеры? Ой, много, много. Вот каждый месяц повторится. Ну, лето больше, конечно, а зимой. Вот. Любча. Любчанский замок в активной такой стадии разработки. Там очень энергичный руководитель проекта. Иван Печинский. Не знаю, слышали вы про него? Не знаете про его? Иван Антонович Печинский. Он бывший военный. Он умеет... Что в нем хорошо, это то, что он четко ставит. Задачи. И там дисциплина железная. И этот объект ему повезло. Вот. Тоже как по-разному бывает. Потому что он и Кревский замок. Любчанский и Кревский замок. Это объекты археологические. Это объекты практики студентов БНТУ. Архитектурного факультета. И студенты-архитекторы, у них два выбора. На самом деле там три выбора. То есть либо в Минске где-то сидеть на какой-то черной работе. Либо на две недели ехать в Крево, либо на две недели ехать в Любчу. И вот в Кревскому замку их не подпускают. Там по всяким разным причинам. Я могу потом рассказать почему. А в Любче они занимаются реальным делом. Это полностью построена студентами стена. Одна башня уже отреставрирована. Она не попала в кадр. Вот это в процессе реставрации. Тут масса методических вопросов и нюансов. И с точки зрения научности реставрации. Если вообще можно допустить, что реставрация бывает научной. То тут масса вопросов. Но энергетика, работа идет. И это один из таких причем идет на волонтерских. Абсолютно. Помимо студентов, которых обязуют на практику приезжать. Ну хотя они могут туда и не приезжать. У них все-таки, я сказал, выбор есть. А они приезжают. Так есть еще и волонтерские, когда вообще никто не обязует людей приезжать. Кстати, может никто не был здесь присутствующих? Мы хотели бы узнать. Есть сайт фонд Любчанский замок. Там есть телефон самого Печинского. Он очень коммуникабельный и цепкий человек на любого рода... То есть если вы ему себя предложите в качестве помощников, то потом он вас не забудет. Ружаны. Ружаны. Знаете где Ружаны? В Пружанском районе. Дворец Сапек. Дворец Сапек как бы не замок, но он тоже в программе замки Беларуси. Там работы ведутся. Но другого совсем рода. То есть не такие, как в Люще. Эти все работы финансируются Брестским областполкомом. Там есть проект. Они собирают... Уже въездная группа восстановлена, отреставрирована. Причем... Ну, это такая реставрация... Ну, как вам сказать... Ну, такая на уровне... Такая... Она немножко романтическая. Ну, вот как поляки реставрируют. Ну, вот... Примерно уровень... Как в Пружанов... Ну, такой... Средний такой добротный уровень центральной европейской реставрации. Я потом буду про другие показывать примеры во второй части. Но тут... Ну, что-то есть. Но... Раньше... Там... Футбол играли на этой территории. Раньше... Там постоянно... Какие-то активности происходили. Сейчас они постепенно... С появлением музея... Они вытесняются. Вот эта опасность музификации замковых объектов... Она... Очевидно. Каменец. Каменец... Это такой... Давний... Музей... Он... Музей шестьдесятых... Чуть не шестьдесятых годов... Такой объект... Очень... Он пережил несколько ремонтов... Там сейчас... Вот там стеклопакеты вставлены в эти... Но... Нормально... Там... Неплохой... Неплохой в целом музей... Территория очень благоустроена... И... Абсолютно безлюдная... Каменец... Он входит в программы всех... Ну... Как бы посещения... То есть... Кто едет в Брест... В Брестскую крепость... Чаще всего заезжает в Каменец... А россияне, которые едут транзитом... Да... Там... В Европу... Из Европы... Очень часто заезжают в Каменец... Там... Громадная лавка с сувенирами... И... Тоже это бизнес... И... Я общался с владельцем... С ребятами, которые этими занимаются... Ну... Это нормальный бизнес... Ну... Там... Наверное... Как-то... Звезд с неба не хватает... Но... На жизнь хватает... На это... И... Вот... Как... В базарный день... Суббота-воскресенье... Днем... Не протолкнуться... Прям... Автобус за автобусом... Вот... Уезжают автобусы... И... Вот... Вот такая... Это... Тоже... Тише... Глазь... Никого... Центр... Встречный центр города... Вот... Замок вообще... Никому... Ничего не нужен... Рядом художественные мастерские... Там... Союз скульпторов... У них свой есть... Каменецкий... Каменецкая организация скульпторов... Ресторан один... И... Не... Не один... Но там рядом замком один... И... Только по записи... Это я вам такой... Иллюстративный ряд... Вот... Что... Что видит человек... Когда он... Едет по этим замкам... Показал... А сейчас... Ближе немножко... К программе... К программе... И... К теме исследования... Государственная программа... Замки Беларуси... Вот она в одиннадцатом году утверждена... И она охватывает... Четырнадцать останков замков... Разные степени сохранности... Вот я вам показал эту степень сохранности... Большая часть... Она называется замки Беларуси... Она такая... Романтический образ... Значит... Ее бы лучше было назвать... Руиной Беларуси... Точнее... Но... В самом названии... Как бы закладывается какая-то цель... Что это... Это вот именно замки... Хотя... Опять же... Ну... Как угодно можно было назвать... Девнадцать объектов археологии... Тоже... Ну... Что такое объекты археологии? Это... Всяческого рода... Городище... Что такое городище, опять же... Это холмики... Холмики... Поросшие... Там... Пустые трава... Деревья на них растут... Но они... Специалистами... Археологами... Идентифицированы... Как... Объекты... Которые представляют... Большой археологический интерес... Поэтому там запрещены... Запрещена всякая инвестиционная активность... На этих холмиках... Там нельзя ничего построить... Вот они как бы законсервированы... В таком виде... В таком виде... Они вот уже... Там... 500-600 лет стоят... Ну и в принципе... Они могут еще постоять... Лет 300... Ничего с ними вообще не случится... Вот... Поэтому... В отношении объектов археологии... Программа предусматривает... Ну какие-то такие меры... Ну... Консервационного характера... То есть если... Например деревья там растут... Деревья... Корнями могут... На самом деле... Повредить... Вот эти... Пласты археологические... Поэтому... Деревья убираются... Ну и благоустройство какое-то... Минимальное... Там... Может быть... Дорожечку какую-то... Проложить на вершину... Так чтобы... Ну... Причем... Тоже прокладывают... Очень так... Ну... То есть какие-то мелочи... То есть в принципе... Это мелочи... Это можно делать силами... Какого-то... Сельсовета... Или... Райсполкома... Ну... Это ерунда... Вот замки не ерунда... Замки действительно требуют... Замки действительно капитальная инвестиция... Очень серьезная... И... Э... 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 Эти руины... Что в них? Вот... Дорожнее... Э... 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 Этих объектов... Э... 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 зачем? Это потому, что нам дорого память о Витовце Сегаеву или там о Павле Сапеге? Не знаю. Или это почему-то, ну, или здесь какая-то другая мотивация? Очевидно, что другая. Очевидно, что другая. Если пытаться концептуализировать вот этот потенциал замка, что для нас замок, то я бы выделил вот три направления. Это первое, социальная емкость объектов по отношению к местным жителям. Это увеличение плутности социальных связей. То есть люди, обсуждающие этот замок, ценящие этот замок, любящие этот замок, заботящиеся об этом замке, они образуют некую общность. Это все люди, которые живут рядом с замком. Вот замок, воспеваемый историками, воспеваемый краеведами, иногда он во всяких легендах, стихотворениях проскальзывает. Вот это некий символ, это идентификатор, основа для конструирования локальной идентичности. То есть мы все кто? Мы все... И почему мы должны гордиться местным, где мы живем? Что заставляет нас гордиться крепым? Замок. Замок, как такой символ. Дальше культурная емкость объектов. Возбуждение культурных инициатив на местном и национальном уровне. Это культурные инициативы реставрационные, всевозможные консервационные. Но с ними очень все сложно, и они очень жестко контролируются из Минска. Поэтому как раз местные на этом уровне этого не могут. Но рыцарские фестивали, пленеры художников, все эти руины, они вообще очень живописные. Потому что когда мы там присутствуем, когда мы в этих лабиринтах руины гуляем, что мы видим? Мы видим историю, мы видим какой-то упадок. Обычно эти замки, они на хороших таких возвышениях находятся, в живописном. То есть они стимулируют все виды культурной жизни, культурной деятельности, которые только возможны. Творчество, искусство. Не обязательно высокое искусство, но всякое, любое искусство. Хоть бы там даже с телефоном пошел пофотографировать. Вот уже какое-то занятие. Вот это культурная емкость объекта. И в отличие от других архитектурных объектов, у замков она повышенная. И как бы реставрация, реставраторы, они должны способствовать ее повышению. Экономическая емкость объекта. И тут как раз, тут совсем все понятно. Это развитие сферы услуг, инфраструктуры в связи с увеличением числа туристических посещений. Вот туристы приезжают, и поэтому их нужно обслуживать. И это рабочие места, это деньги. Ну тут вообще никому ничего объяснять не надо. Способствуют ли эти реставрационные проекты туристическому посещению? Ну немножко вопрос. И про что я хочу сказать так подробнее. Задача восстановительных проектов, реставрационных, это увеличение потенциала замка по всем трем указанным направлениям. Все три вот эти вещи должны как бы увеличить, набирать свой вес. А как происходит на самом деле? И вот я вам сейчас расскажу, как на самом деле происходит. Функции замка и перспективы привлечения местных жителей к использованию этих объектов. Здесь мы смотрели, как вообще эти объекты используются. Если это руина, хорошо, окей, руина. Но руину тоже можно по-разному использовать. Например, внутренности Крепского замка, периметр Крепского замка, он представляет себе его, это такой квадрат в плане. Там довольно долго отпасли коней. Очень удобно, потому что там как бы заводишь его туда, и он там в этих четырех стенах сам пасется. Там травы много, все очень неплохо. Что это? Это уже функция, уже загибаем варить. Это уже функция номер раз. Дальше. Местные пары женятся. У нас принято вообще в Белоруссии, да и на постсоветском пространстве, возлагать цветы или там посещать. Это фотографироваться принято, правда же? Это как элемент свадьбы. Есть такой обязательный. Куда? Можно к памяти Гулинина. Можно поехать к этим... Там очень часто есть могилы партизан. Можно туда. А можно прямо на замок. А замок дает как бы другую перспективу. И вот уже вся свадьба коллективно гуляет по замку. И это уже функция. Это функция. Вот замок, он здесь стоит, его не нужно разрушать, и не нужно способствовать его разрушению. Хотя бы потому, что вот это. Это уже номер два. Пока еще мы такие. Простые функции, да? Вечером молодежь, если есть молодежь, приезжает, потому что большинство населенных пунктов стабилирующие. Там стабильно уменьшается количество населения. Приезжает пиво попить. Ну, почему не попить пиво на природе? Сейчас запрещено, конечно, но... Это же вопрос организации, опять же. Замок привлекательный? Привлекательный. Три. Функция. Что еще? Туристы. Замок, понятно. Но это уже посерьезнее будет. Сама руина, в неважном каком состоянии, она привлекает туристов. Туристы приезжают, чтобы на нее посмотреть. Соответственно, они что-то покупают в местном магазине. Это повышается экономическая активность. На заправке не заправляются, на близлежащей. Это уже все, это день в ребенок. Уже серьезно. Это уже четыре мы назвали. И пятая функция, которая перечеркивает три первых, но актуализирует четверое предпоследие, которое мы назвали. Это музей. Это музей. То есть создание музея для того, чтобы сохранять и рассказывать про наследие. И вот здесь в музейфикации кроется опасность. Какого рода опасность? Такого рода опасность, что объект... Первые три функции, которые мы назвали, это то, что есть практически у каждого замка, ну за исключением Белого Ковеля. Эти три функции, они повышают плотность социальных контактов. Замок своего рода, даже в таком вруинированном состоянии, в неблагоустроенном, замок превращается в своего рода общественный центр. В точку общения. Там люди общаются между собой. В разных формах. Ну это вопрос организации, как наладить это вообще? Ну если этим занимаются, это же может быть иначе произойдет. Все. Ну вот сейчас немножко диковато, но вот так. Как только мы делаем музей, практика показывает, что как только мы делаем музей, значит, сразу вход на территорию платный. Например, в Гольшанах, в Гольшанах, например, в рыцарские фесты устраиваются. Казал-зам. Ну класс, да? Рыцарский фест. Вход даже для местных жителей платный. Вот такая вот история. И музей, к сожалению, не самый лучший, что может с замком приключиться. Потому что с точки зрения консервации, да, наверно, музей обеспечивает консервацию объекта. Но музей... Откуда вообще берутся музеи на замках? Благодаря стараниям историков, главным образом, которые пишут про важность этого объекта, и происходит некая сакрализация. Сакрализация происходит. То есть это наследие, наследие свято, и значит здесь будет что? музей. Хотя могла бы быть больница, могла бы быть дом культуры, могла бы быть школа местная. Не важно. Это все функции, которые в равной мере так не хуже музея способствовали бы сохранению этих руин. Но поскольку это святое наследие, что мы туберкулезное будем лечить? Нет. Здесь будет экспозиция. Значит, как только вот объект переходит в сферу вот такую сакральную, здесь будет музей, с ним чаще всего происходит то, что происходит с Быховским замком. Потому что сфера культуры у нас финансируется по значимым принципам. Если здесь будет музей, значит деньги на этот музей появятся через 15 лет. Может быть. Так еще что надо? Один. Один? Первый маконник. Да, еще по водинке я. И вот таким образом, таким образом, а можно было бы, например, отдать бизнесмену, чтобы он под надзором ресторатов там делал агро-сайты, гостиницу. Ну, чем плохо? И вот, к сожалению, музейфикация объектов, она бьет по массе таких точек. И главным образом затормаживается вот это финансирование объектов. То есть это тоже абсолютно очевидно. То есть на другие типы инвестиционной активности финансирование выделяется гораздо активнее в том числе и государственной, уже не говоря про частные инвестиции. На музейфикацию нет. Дальше. Отношение жителей к реставрационным методикам и распространению тенденций охраны культурного ландшафта. Вот как местные жители относятся к реставрационным проектам? То, что мы вот увидели. К местным жителям все равно. Я имею в виду сочетание методики. Им не все равно, что происходит в замке. Но форма башни и именно консервация или реставрация целостная, и если частичная реставрация или полностью реставрация, вот все эти нюансы, даже небезразличные местные жители, это все отдается на откуп специалистов, которые занимаются чаще всего у местных жителей, даже у музейщиков каких-нибудь, у них нет своего видения. Ну, им может быть и хорошо. То есть им это не надо. Они как бы доверяют специалистам, ну, и в общем-то это неплохо совершенно, это нормально. Но мы это выявили, что как специалисты скажут, как должно с точки зрения методики влиять. И местные жители всегда, в общем, это принимают, доверяют. Ну, это хорошо, но это просто факт, то, что происходит. То есть в отношениях с местными, вот в этой социальной части реставрационного проекта, вот то, что мы говорим, да, Литский замок самая плохая реставрация в мире. Ах, как они плохо положили кирпич. Вот они эти, бетонные перекрытия сделали, ну, разве что так можно? Вот с точки зрения социальной функции, это не имеет никакого... Это спор на уровне узких специалистов. Не более. С точки зрения социальной емкости этого объекта, это не важно. Хоть железо бетонное, хоть что. Важно, как бы, другое там в этой реставрации. Проблема собственности присвоения объекта местным сообществам. То есть мы искали группы, которые идентифицируют себя как ответственных. Мы ответили. Это наше. Вот этот замок, он наш. Потому что, ну, как вы знаете, в риторике, в риторике те, кто охраняет памятники, очень часто говорят, еще характерно, Крепский замок, это ведь наше общее наследие. Это же наше достояние. Мы ведь все в ответе за него. Вот он именно в таком состоянии, именно потому, что это дело каждого из нас. Обратите внимание на приходы церковные. Вот даже у вас, я знаю, реставрировался не так давно костел рядом с Полоцким рынком. Там Ксенск специально нашел столетний кирпич, чтобы использовать именно этот столетний кирпич. Может быть, не всю, ну, по крайней мере, те места, которые видны, то есть, как бы, такой продвинутый все. Но я потом расскажу, что тут разные есть взгляды на эту сучительную методику. Но человек озаботился, то есть, и он же имеет поддержку от прихожан. Он же не сам искал по городу, ходил в друг кирпич. Значит, кто-то ему... То есть, есть община, есть сообщество, есть коллектив людей, которые... Это не памятник всех ветерчан. Это памятник, который принадлежит приходу, прихожанам. Очень конкретный круг людей. Вот поэтому всегда у культовых таких объектов церкви, костелы, мечети, синагоги, в Гронной, синагога реставлируется. Почему эти объекты имеют успех, хотя они же не коммерческие. Это же не бизнес там, ничего. Потому, что есть круг ответственных, заинтересованных. Им нужно. Они знают, что это должно быть так. В случае с замками нет таких. Просто их нет. И они никому не нужны. Могли бы бизнесмены быть. Например, бизнесмены заинтересованы в развитии туризма. И они, значит, заинтересованы в том, чтобы эта руина дальше не разрушалась. И они могли бы заботиться, дергать за всякие ниточки, дергать реставратором, дергать райисполком, добиваться финансирования. Может быть, частично сами софинансировать. Может быть. Очень вято. Вот развитие туризма в программе «Замки Беларуси» видится, не как цель, а как некое необязательное последствие. То есть, вот мы сейчас отреставрируем этот замок, или законсервируем эту руину, и там про это написано, написано так, «Ну, а потом, наверное, будут туристы приезжать». Ну, а что сделать, чтобы туристы приезжали, вот это не касается программы «Замки Беларуси». Ответов на эти вопросы там нет. Местная интеллигенция, художники. Но тут, к сожалению, опять же, Кребы, Горьшаны, Быхов, не в такой степени, Смоляны точно, Новогрудок нет, но Пружаны, Каменец, это стагнирующие города, стагнирующие населенные пункты. Это населенные пункты, в которых с 70-х годов 20-го века количество жителей уменьшилось в 2-3 раза. То есть, представьте себе уровень деградации. Ну, деградации не, тут я не в нечажительном смысле говорю, как бы упадок, ну, не упадок, а сокращение населения. Представьте, Витярск опустеет там в 2 раза за 20 лет следующее. И вот происходит это с маленькими населенными пунктами. Да, приезжают меньшане, покупают домики когда-то в качестве дач или из больших, не только меньшаней, но из больших городов, приезжают, покупают как бы себе дачи. Но это летние, это разовые какие-то такие посещения, то есть, они провоцируют жизнь. И школы закрываются постепенно, они сжимают. Значит, в числе истории нужно меньше. Тех людей, которые вообще в принципе могут как-то оценить, задуматься, идентифицировать себя с этими объектами. К сожалению, вот кроме единиц бизнесменов, если бизнесмен, то один, два бизнесмена заботятся о... идентифицировать себя, видеть какую-нибудь жизненную стратегию, связанную с этим объектом. не будет его, не будет бизнеса, не будет приезжающих туристов. Один-два человека на каждый населенный пункт. Единственное, мы в Гальшанах, о, в Гальшанах, в Бружанах, извините, в Ружанах, в Ружанах идентифицировали такую группу, школьники. Группа школьников, такие хулиганы, славика человек семь-десять из них, они отлавливают приезжающих и прям их... Смотрели фильм «Миллионерство в счет»? Вот там тоже есть такая история. Они хватают за руки каждого, кто подъезжает к замку с целью посмотреть и начинают им рассказывать. То есть экскурсию ведут. И причем они не спрашивают нужно, не нужно. Они просто подходят и ведут экскурсию, показывают бывшие позиенты половину сами придумывают, но на самом деле половину они придумывают на ходу, но вообще-то у них какое-то представление есть в истории. То есть где-то читали, слышали и это много придуманных всяких историй, но они неплохо кладутся. Это такой рождающийся фольклор. Это дети делают. Вот такая стайка. И потом естественно им... Почему они это делают? Потому что естественно каждый считает своего долга немножко денег дать, которое они тратят на сигареты. Но это отдельная история. Вот микросообщество, которое существует, и все знают в Ружанах, что там вот эти дети есть, и вот этим детям этот замок нужен. Вот давайте думать, может быть, через... как в Любче это случилось, эти дети выросли, и вот Иван Печенский это один из таких детей, не знаю, не за деньги возил экскурсии, он Любчанский, он собрал своих друзей в школе, и вот они начали этот проект восстанавливать. То есть это работает. Это большая проблема. Проблема... Ну, это все шутки, юмор, а проблема присвоения. Даже с точки зрения собственности. Вот чей замок? По балансу. Как бы кому приписан? С этим большие проблемы. Замки не принадлежат даже местным сельсоветам. Замки все находятся на балансах райисполкома. Единственное исключение это Быхов. Быховский замок находится на балансе Быховского райисполкома. то есть как бы управляется из населенного пункта, в котором он находится. и Новогрудский замок тоже. А все остальные они как бы собственник находятся даже не там, где находится замок. Например, есть в Крево ставка покощика травы. Здесь человек, который трудоустроен. Он просит периодически траву летом на замке. Ну, чтобы он просто не зарастал. И вот он трудоустроен в Кревском райисполкоме официально. Хотя, конечно, местный житель. даже, например, Гродненский. Это удивительно, но два гродненских замка, они не принадлежат Гродненскому госполкому. Они принадлежат область полкому. То есть, как бы, город не является собственником. И населенный пункт, где эти замки находятся, потому что частных замков у нас нет, так это вообще, я не молчу, они не принадлежат тем, тем же даже формально не принадлежат. И поэтому местный сельсовет, все вот эти, местная школа, им, чтобы какой-то вопрос сказали с замком, с какими-то перспективами, организации чего угодно, чего бы то ни было обсудить, они, значит, должны ехать в райисполком. Это иногда найти 30 километров, ну, то есть, уже, как бы, дистанция. Потом, если, например, субботник организовать, как это работает, да, реально, субботники, там иногда проводят субботники, благоустройство территории. Кто должен субботник проводить? Субботник должен проводить собственник, ну, инициировать. Собственник это райисполком, значит, в случае с Крева это Сморгонский райисполком, в случае с Гольшанами два замка рядом стоят, 20 километров между ними, можно пешком даже, в общем-то, пройти. У Гольшанского замка собственник Ашмянский райисполком. Значит, если им нужен, нужно провести субботник, и они как они организуют, они берут всех сотрудников культуры, которые у них есть на данный момент, в Ашмянах, в ближайших деревнях, и едут с ними, то есть, чужие люди, которые не живут в Гольшанах, и чужие люди, которые не живут в Крева, они собраны, посажены в автобус, их привозят, они три часа, ну, сколько надо, они прибирают, вроде бы, благое дело, да? Нет, хорошо же, очень классно, что субботник, ну, тут какой-то порядок нам будет, кость, палки собирают, ну, мусор, это все очень хорошо, пока делают это не местные, и местные на это смотрят довольно отчужденно, потому что это их не касается, и даже местный сельсовет, который там, это его тоже, в общем-то, не особо касается, потому что административное причинение другое, и это присвоение, оно и не вырабатывается, и вот так вот и не появляются никакие группы, да, которые, мы местные жители, ну, и здесь в течение последних 15 лет этот замок убирали, то есть это наш, ну, мы за него ответственны, вот это не вырабатывается, это проблема. Роль внешних акторов в развитие населенных пунктов, это очень такая проблематичная вещь, приезжают, внешне, кто внешне? Внешне это реставраторы и туристы. Значит, реставраторы через замки, это большая беда наших белорусских реставраторов, что наши реставраторы, они через замки реализуют в частности творческие амбиции. Вот то, что я сказал про социальный потенциал, да, социальную емкость реставрационных проектов, про то, что увеличение плотности социальных связей, да, что люди узнают друг друга, что люди какой-то бизнес свой связывают с замком, да, вот это все не про реставраторов в нашем белорусстве. То есть у них, они закончили когда-то какие-то архитектурный свой факультет, они живут в Минске или в Витебске или в Гродань живут, те, которые занимаются например Новогрудским замком и Гольчанским. И они этот замок видят как некую вещь в себе. То есть вещь, они про него знают из легенд, в смысле, ну, из того, что написано в книжках исторических. И они на самом деле там не живут, они не видят этой жизни, вот это вот, того, что с замком происходит, не чувствуют социальных связей. кому этот замок нужен, не нужен, нужен там музей, не нужен там музей. Функция замка определяется, опять же, собственником. То есть райсполкомом и научным руководителем. Значит, собственник в райцентре, научный руководитель в Минске. Вот они определяют функцию замка для местных жителей. И они говорят, ну, конечно, это же замок святое, музей. Местные жители не ходят в их музей. Я вам уже объяснил пункты, по которым музей или это должен быть другой музей, но у нас другой музей музей инклюзивного тела, музей, который включает себя, который называется самим мотивом. Но у нас таких музеев не умеют делать. То есть их нет. Это западная музеология, современная, это вообще другой вопрос. Ну, вот так и происходит, как происходит. Это реставраторы, туристы. Вот скажу вам честно, туристов говорят, что в Беларуси одни из самых посещаемых туристических населенных муторых это мир и Несвежь. Враньло. Нету почти туристов ни в мире ни в Несвежь. Знаете, почему? Кто-таки туристы? То есть он стоял самостоятельно захочет пройти? Нет. Это не важно. Можно я воркрусь. Главное определение. Кто такой турист? В другой местности приехали, да, посмотреть куда-то. И? Полюбоваться, я не знаю, что-то. Полюбовались, и? Узнать, что-то волнувать. Узнали. Переночевать. Абсолютно я. Турист, согласно определению Всемирной Организации туризма. Кстати, это пункт отсутствия в белорусском законе туризма. Поэтому у нас все экскурсанты у нас идут в методике подсчета туристических посещений у нас экскурсанты идут как туристы. А они экскурсанты. То есть они приехали на автобусе или даже на машине на своей, неважно. У них с собой бутерброд, у них в лучшем случае заправятся на заправке там кока-колу купят. Все. Почему для туристов важно ночевать? Потому что только посещение, которое предполагает ночевку, оно обеспечивает экономическое поступление. Только тогда. Это тогда человеку 100% ему нужно переночевать. Это он уже деньги на ночлег оставляет. И 100% ему нужна горячая еда. Ну, нормальным людям нужна горячая еда. Вот. То есть сфера обслуживания задействовывается. И она поэтому развивается. Что происходит с нашими замками? Нет инфраструктуры. Чаще в Кребове вообще нет гостиниц. Там нет туристов. Там есть экскурсанты, но экскурсанты не способствуют экономическому развитию населенного пункта. А с гольшанами другая история. В гольшанах есть три гостиницы. Очень маленькие. И там было какое-то заболевание, но они кое-как выживают, но это такое, знаете, это жизнь на уровне выживания. Почему? Почему? Потому что нужно понимать специфику организации туристического бизнеса. кто селит людей в эти гостиницы? Чаще всего туроператор селит. Кто такой туроператор? Это организация, которая организует тур. Организация, которая организует тур. Чаще всего по замку, например, это делает замки в Беларуси Олесь Варкиш. Слышали такого? Минчан возит. У них даже там неплохие объемы. они стабильно каждые выходные 2-3 может быть и больше автобусов отправляют. И раньше они не селили, но например был договор с местными кафе Горьчанскими. Почему их так много стало? Потому что туда заводили эти экскурсионные группы. Ну и что вы думаете? Сейчас Олесь Варкиш сделал свой собственный хутор и замкнул цикл посещения. Сейчас он ведет этих туристов кушать и оставлять вот эти деньги на собственное предприятие питания. таким образом эта группа тоже это посещение вымывается и денег они не приносят. И реставрируйте, не реставрируйте. То есть нужно думать про обеспечение про эту логистику, простраивать структуру туристического посещения. Может быть индивидуально называть, может быть там нужно рекламировать. где битборды с Карачанский замок посетим. Например, в Минске висят битборды Акрополис, скидки в выходные. Вы знаете, в Минюсе торговый центр. Они висят, они есть. где битбор Карачанский замок или Мирский замок. Если не ночевал, считай, что не был. Такой слоган. Нет. То же самое и Гродо, Витя, то же самое. Поэтому туристы и еще такая проблема это более узко. Все, я заканчиваю. Я уже вижу по времени. Да, вот уже как раз про туристов. Так вот, последний такой нюанс, но это нюанс такой с далеко идущими последствиями. Это то, что вот эти внешний актер специалисты, эксперты живущие в больших городах, но пишущие и рассуждающие о замках. В том числе, кстати, и я в этом участвую. И туристы, которые приезжают, они подменяют, они не способствуют развитию вот этой локальной культуры замка, локального отношения к замку. Они как бы навязывают, они не навязывают, но они способствуют другой перспективе видения этого замка. Это такая тонкая вещь. Конечно, местные жители гордятся тем, что к ним приезжают посетители, но вся совокупность социальных связей, опеванием замка о легендах и созданием музеев, его музеификации, туристическим посещением разрушаются вот эти локальные связи. Потому что замок, он очень часто вплетен, даже фольклор бывает вплетен. Есть какие-то местные обряды, песни, связанные с замками, замковыми горами, замщами. структурированные рассказы про исторические события навязывали вот эти «счем у нас замки связаны?» «С рыцарями». Рядом с каждым замком должен быть фестиваль рыцарской культуры. Так и есть, так и происходит. Вроде бы неплохо, конечно, но только весь остальной класс культуры, связанных с замками, местные, на самом деле, культуры, которые вырабатывались и устаивались столетиями. Он совершенно смывается. Я не хочу сказать, что это прям плохо, это факт, но мы, как специалисты, мы фиксируем вот это размывание и размывание вот этого тонкого-тонкого пласта местных связей с замками. Подытоживая основные болевые точки связанные с замками, это формальная собственность, отсутствие групп, которые присваивают и каждый раз, когда вы будете работать с какими-то объектами наследия, если у вас какие-то проекты будут, думайте обязательно, кому это может быть нужно. Причем думайте в самой широкой перспективе. То есть люди, которые использовали, которые потенциально могут использовать, которые могут заинтересоваться, чем больше таких четко очерченных, понятных групп, не все мы важны каждому из нас, а конкретные группы, тем лучше, тем устойчивее этот объект будет, тем он стабильнее будет. Стратегии присвоения, продумывайте эти стратегии присвоения, не стремитесь музифицировать, музифицировать можно любую функцию. Кремль, Кремль это правительственная резиденция, и это еще и музей. Белый дом, Белый дом в Вашингтоне, это правительственная резиденция, там не правительственная, резиденция президента, рабочее место, это жилье, он там живет, и это еще и музей. Понимаете? Вот вы все, что угодно можете музеифицировать. То есть, про Ягайлу, Виттолта, и классные исторические события, вы можете рассказать, любой, имея перед собой любую функцию. офисного здания, гостиницы, больницы, школы, всего, чего угодно, там можно в уголке сделать небольшую экспозицию, или не в уголке, а там другим способом, дизайнерским. Вы расскажете про прошлое, Ягайлов все время будет рядом с нами, но музейфикация не лучшая для объекта, потому что музейфикация препятствует инвестирование, потому что это выводит сферу культурного. Культура у нас... Вот, на этом...